В Европе снова заговорят по-русски, когда ПАСИ откажется от санкций. В том, что в ряде стран Европы политики давно не прочь снова вести диалог с Россией на равных, а не как с изгоем, особых сомнений не было уже пару лет назад. Крымская тема в качестве предмета внутренней политики России перестала быть запретной даже для самых антироссийски настроенных депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы – ПАСИ. Европейский бизнес, который пять лет назад после окриков из Вашингтона просто брал под козырек, теперь тоже предпочитает жесткую прагматику политическому прессингу, который приносит убытки и правым, и виноватым. При этом ведь и вину хоть какую-то доказать никак не удается, хотя Россию, к примеру, лишили права голоса в ПАСИ уже в апреле 2014 года. Крым тогда едва успел проголосовать за возвращение домой, в Россию, и в Ассамблее все было проделано большинством депутатов, можно сказать, без суда и следствия. Политические санкции ПАСИ были безапелляционно пролонгированы в январе 2015 года, ответом на что стал протест России и ее отказ от любых контактов с Ассамблеей. В России категорически не принимают позиции у европейских парламентариев, готовых обвинять нашу страну в разжигании конфликтов в соседней Украине. Политический развод до сих пор не сменяется никакими отношениями, Россия не стала подавать заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСИ ни в 2016, ни в 2017, ни в 2018 году. Членство РФ в самом Совете Европы без ПАСИ при этом носят, скажем легко, не более чем декоративный характер. Однако время, как известно, лечит порой даже самые неизлечимые болезни вплоть до слепоты. Против слепоты политической неплохо срабатывают кардинальные меры, но лучше всего обычно помогает простой и трезвый расчет. А немцы, как известно, считать умеют. Будь они хоть христианские демократы, хоть представители Христианской социального союза, ХСС, или же просто социал-демократы. В итоге представители трех ведущих политических партий Германии в Совете Европы, СЁ, не считая зеленых, начали активную подготовку к борьбе за снятие санкций с России. Причем сделать это они рассчитывают уже на открывшейся накануне сессии парламентской ассамблеи СЮ. Председателю Паси Микеле Николете уже направлено письмо, в котором немецкие парламентарии, можно сказать, замахнулись на святое, предлагая пересмотреть санкционные правила и даже лишить Паси права налагать санкции на делегации при утверждении их полномочий. Классики, причем не только марксисты, не уставали напоминать, что экономика, рано или поздно, диктует политику, что фактически и наблюдается в этом конкретном случае. Оппоненты немецких политиков уже обвинили их в том, что они оказывают плохую услугу уходящей канцлеру Ангеле Меркель, которая не только уже подготовила себе смену, но и хочет оставить неплохое наследство возвращения России в Европу. Хорошо известно, что Ангела Меркель, первый из политиков в Германии, это бесспорного лидера ЕС, всегда считала старый континент без России недоконтинентом. Но Гержа Меркель, по многочисленным свидетельствам немецкой прессы, никогда не позволяла себе даже намеков на то, чтобы транслировать свои особые отношения с Россией и ее президентом на весь Евросоюз. Но накануне ухода с большой политической сцены можно рискнуть. Тем более, что в этом смысле Германию могут и опередить, к примеру, Венгрия, Италия, Греция, и список вполне может быть продолжен. Ведь еще раньше, чем немецкие депутаты, сам генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Егланг предлагал не рассматривать вопрос санкций в отношении национальных делегаций. Это случилось минувшей осенью. Егланг тогда пошел и дальше, разослав политическим группам и странам-участницам пасе некий документ о том, что незаконными являются не только санкции против российских парламентариев, но и санкции против самой России. Впрочем, этот меморандум Егланда никто, кроме адресатов, пока, похоже, не читал. Считается, что он закрытый вроде памятного многим ДСП, для служебного пользования. Но если бы он действительно был сколько-нибудь сенсационным, это стало бы известно, и известно весьма скоро. Удивить кого-то желанием снова дружить с Россией сегодня, через пять лет после Крыма, и после умиротворения Донбасса, согласитесь, весьма и весьма трудна. Либеральная пресса, причем не только западная, тут же поспешила объявить, что инициатива депутатов из Германии это не более чем скоординированная компания, которая финансируется чуть ли не напрямую из Кремля. Это, впрочем, нисколько не помешало политическому редактору деловой и консервативной шведской «Legends Industry», которую традиционно подписывается П.М. Нильсон, тут же, в унисон с немецкими парламентариями, позвать Россию домой, в Европу. Приятно, конечно, что кто-то перестал записывать нас в Азиаты, можно понять и заботу автора о нещающем населении России. Но, как уже успел отметить в соцсетях один из комментаторов, если Россия такая слабая и бедная, а они такие сильные и богатые, то что же они клянчат у нас взносы? Богатые и сильные не просят подачки у слабых и бедных. Дело в том, что коллега Нильсон не постеснялся назвать единственное условие нашего возвращения. Оно случится в тот день, когда Россия откажется от претензий на исключительность и разбойного поведения. К тому же шведский журналист, предваряя свой вполне позитивный спич в наш адрес, первым делом повторил традиционное заклинание о том, что российская экономика практически не растет, торговля в упадке, капитал уходит из страны, а бедности безработицы растут. Словно мы в России сами этого до сих пор не понимаем. Еще как понимаем, но понимаем также, что среди причин этого западные санкции отнюдь не на последнем месте. Впрочем, стоит ли спорить со шведским СМИ, если немцы все уже посчитали, и кажется, разобрались, сколько можно палки в колеса ставить тем, кто их, прямо говоря, кормит? Парламентарии, похоже, решили, все, хватит. Промедление о бизнес нам уже не простит. Поры с русскими не только дело вести, но и политический диалог тоже. Ведь в последнее время все чаще случается, что бизнес многим немцам с русскими приходится продолжать себе в убыток, но ведь это, как правило, только из-за санкций. Прямой убыток, конечно, есть только из-за санкций экономических, но с политическими они в любом случае связаны, и связаны напрямую. Удивляет другое напрямое сотрудничество с социал-демократами в ХДС, ХСС идут только в случае крайней необходимости. Когда возникает угроза реального политического поражения. Судя по всему, ситуация с изоляцией России, особенно политической, становится действительно критической. Критической прежде всего для самой Европы, тем более что США уже объявили о планах введения новых пошлин на товары из ЕС. Пошлины, конечно, не санкции, но в торговых войнах могут оказаться оружием куда более сильным. После серии обвинений, основанных буквально ни на чем, и прямых оскорблений, которыми после крымского референдума европейские парламентарии наградили своих российских коллег, есть большие сомнения в том, стоит ли нам радоваться по такому поводу. И дело даже не в том, что мы каждый год экономили на разрыве и спасе 40 миллионов евро членского взноса, не считая командировочных и накладных расходов. Слишком уж мелкая прагматика, но ведь от позитивной оценки решения бюро ПАСИ о разработке механизма или дорожной карты возвращения российской делегации не отказались ни в Госдуме, ни в Совете и Федерации.